МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В то же время товары на полках магазинов перестали дорожать. По крайней мере, 40% опрошенных специалистами в ЦОМ россиян в этом уверены. В опросе приняли участие больше полутора тысяч человек со всей страны. Однако около половины респондентов считают, что стоимость продуктов все же растет. Сильнее всего подорожало мясо. Кроме того, 58% россиян уверены в росте цен на молочную продукцию, хлеб и различные крупы. Тем не менее, начиная с конца 2015 года, общественное сознание фиксирует постепенное прекращение существенного роста цен по большинству из изучаемых товарных групп, уверены эксперты. Кроме того, в июле была отмечена дефляция впервые за несколько лет. Рост кредитной активности бизнеса напрямую говорит о том, что дела у предпринимателей идут хорошо. Объем выданных корпоративных займов в Сибири вырос почти на 50%. Об этом сообщают специалисты окружного отделения Центробанка. С начала года предприниматели заняли в банках почти 1 триллион 200 миллиардов рублей на развитие бизнеса. В прошлом году сумма была на 400 миллиардов меньше. Если рассмотреть клиентов банков по сферам деятельности, то больше всего заняли предприятия, добывающие промышленности, почти 350 миллиардов, показав прирост в три раза. Следом идут компании, обрабатывающие производство с показателем в 160 миллиардов. Сельхозпредприятия заняли 23 миллиарда. Компании Новосибирской области в целом взяли кредит в банках на сумму в 155 миллиардов рублей. С начала года почти 70 предпринимателей Новосибирской области получили налоговые каникулы. Об этом сообщили в региональном Минфине. Речь идет о бизнесменах, которые работают в сфере оказания бытовых услуг населению на патентной системе налогообложения. В регионе этот вид государственной поддержки работает с прошлого года. Предприниматели на два года освобождаются от налога. В целом по патентной системе работают больше тысячи предпринимателей области. Две трети из них ведут бизнес в мегаполисе. Безработица в России в июле продолжила снижение. Сейчас ее уровень составляет 5,3% от экономически активного населения страны. Такую информацию приводит Росстат. На сегодня без работы остаются больше 4 миллионов человек. За месяц их стало меньше на 0,1%. В службы занятости на учет встали 900 тысяч человек. 9 из 10 получают пособия по безработице. Кроме того, по подсчетам статистиков, численность экономически активного населения страны достигла 77 миллионов 300 тысяч человек. Это 53% россиян. А вот молодым специалистам сейчас на рынке труда тяжело. Компании страны неохотно берут в штат людей без опыта работы. Такое мнение озвучили аналитики портала Суперджоп. Если в 2011 году выпускников были готовы нанимать 66% компаний, то к 2016 их число сократилось до 60. Такие же показатели были в кризисном 2009. Более лояльны к молодым крупный бизнес. В выпускников вузов трудоустраивают 72% компаний со штатной численностью более 1000 человек. Если рассмотреть рынок с точки зрения отраслей предпринимательства, то больше всего ждут молодых специалистов в IT-компаниях, а также в банковском секторе. Индекс промышленного производства в стране за прошлый месяц сократился на 0,3%. Однако отечественные предприятия продолжают работать над программой импортозамещения. Свою оценку этому дал Денис Мантуров, глава федерального Минпромторга. Цитата дня в деловых новостях. «Главные результаты – это сокращение в 2015 году импорта промышленных товаров почти на 40% и рост физического объема экспорта почти на 6%. Несмотря на проблемы по ряду направлений, у нас положительная динамика, но у нас нет задачи непременно заместить все и вся». Конец цитаты. К этому часу у меня все новости. С ними вас познакомил Борис Киргенеков. Оставайтесь на канале ОТС. Мы рассказываем интересно об интересном. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин